Друзья, всем привет! Теннисный канал Шанс Подняться. Обзор финального матча Уимблдонского турнира. Мужчины Новак Джокович Роджер Федерер встречается. Второе по значимости в истории тенниса противостояние. Первое это Роджер Федерер с Рафаэлем Надаль. Разумеется, что хочется сказать. Роджер Федерер с Рафаэлем Надалем показал то, чего многие не ожидали. Рафаэль Надаль был фаворитом в этом матче, по мнению букмекеров, как минимум. Роджер Федерер показал себя, показал скорость игры, которую Рафа в итоге не выдержал. К которой Рафа в итоге был не готов. При том, что данное травяное покрытие, еще раз напомню, является более медленным, чем в предыдущие годы и так далее. Что играло на руку Рафи Надалью. Это была полуфинальная стадия, где часть корта состояла уже из земляного покрытия, а уже не из травы. Что опять же было на руку Рафи Надалью. Тем не менее, Роджер, то, что я увидел, предложил Рафе именно скоростные розыгрыши, которые Рафа не смог потянуть по... Ну, я не знаю, по каким уж причинам. Просто ногами не успевал где-то, по решениям не успевал. Роджер сделал то, что должен был. Сделал то, за счет чего он всегда побеждал на Уимблдоне всех соперников. Это скорость, умные решения, резанные удары, разнообразие и так далее. Это очень впечатлило. Я имею в виду то, что, в общем-то, на пути до того, как Рафа встретился с Роджером, Роджер встретился с Рафой. Роджер шел не очень-то внятно по турнирной таблице, о чем все говорили. Там проигрывал сет в первом круге, проиграл сет Кейни Шикори. Причем не просто проиграл сет Кейни Шикори, а проиграл его невнятным образом, то есть ошибаясь, чрезмерно и так далее. И в ключевой момент, когда он встретился с уже реально опасным, серьезным соперником, со своим основным, наверное, соперником после Новака Джоковича, Роджер показал себя таким, какой он может быть. И вот это и есть чемпионское качество. То есть, каким бы ты ни был до решающих стадий турнира, ты выходишь и показываешь в самый ключевой момент себя с лучшей стороны. Про Новака Джоковича надо сказать. То, что матч с Баутистой Агутом показал то, что если очень стараться, если ты такой упрямый, как, например, Роберто Баутистой Агут, при том, что ты не особо травяной парень, то есть быстрое покрытие тебе не очень подходит, но все равно за счет упрямства, терпения ты можешь выдавить из Новака Джоковича потерю концентрации, ошибки какие-то. Ну и, разумеется, я не преумоляю, не преуменьшаю достижения Роберто Баутиста Агута. Просто играют такие легендарные теннисисты, что на фоне их достижений, достижения прочих, кажется, ну, да, случайно там выдавил что-то получилось. Хотя, на самом деле, в отдельно взятом матче, безусловно, Роберто Баутиста Агут может показывать теннис экстра-класса и так далее. Но Новак Джокович, тем не менее, одержал достаточно уверенную победу по четыре сета, и Роджер, и Новак потратили на свои полуфиналы. Разумеется, сил плюс-минус потратили они одинаково, я считаю, потому что Роберто Баутиста Агут упрямый, как Рафа Надаль, ну и Рафа Надаль, это понятно, что как бы ты ни сыграл, ты все равно потратишь достаточно сил, потому что Рафа ничего не отдает просто так. Значит, по финалу теперь переходим к мысли, да, безусловно, эти ребята 25-22 по личным встречам, последние четыре встречи подряд. С 2015 года Роджер Федор не обыгрывал Новака Джоковича, последние четыре встречи подряд выигрывал Новак. Так или иначе, находил он ключи к победе Роджера. Был ли Роджер в лучших кондициях или не в лучших, это все не имеет особого глобального значения. На данный момент я считаю, что оба теннисиста на пике своей формы, на данный момент, они выжимают тот пик, который возможен. И вот, что я жду от матча. 25-22 по личным встречам, еще раз там, Новак в шестом финале у Вимблдона, Роджер Федорер, уже я не знаю в каком финале у Вимблдона. Я, разумеется, все-все, я посмотрел другие прогнозы на ютубе, прежде чем записать свой. Все ожидают тотал, битву, я тоже жду большую битву, 3,5 сета больше и так далее. За коэффициент, кстати, 1,64, очень хороший вариант. Но, сейчас я поговорю о своем прогнозе на финал. Если уж вам не терпится, я не очень люблю прогнозировать финалы. Все, весь мир ошибся, ну, подавляющее большинство, разумеется, ошиблась в женском финале, да. То есть, многие-многие ждали с трофеем сирену. Не люблю я финальные матчи для прогнозирования. Но Новак Джокович, Роджер Федорер заслуживают того, чтобы как-то попытаться спрогнозировать какое-нибудь событие на этот финал. 3,5 сета прогнозируют все. Я тоже хотел изначально это сделать, но в последний момент вот что я решил. Роджер Федорер на данном Ублдоне побил абсолютный рекорд этого турнира по эйсам. 1130 или 128 эйсов подал. Но это, в общем, не суть важна. Важно то, что он побил рекорд, подал больше всех эйсов на этом турнире. Рекорд, который принадлежал Горану Иванишевичу до этого момента, да. Я предлагаю взять 4-0 по эйсам на Роджера Федорера. Переподавал он Рафу на дали, 14 эйсов ему подал против 10 от Рафа, если не ошибаюсь. И 9 эйсов Новак Джокович подал Роберто Баутисто Агуту. Соответственно, все-таки я считаю, что одно дело на приеме стоит Рафа Надаль, который один из лучших приемов в мире. А другое дело Роберто Баутисто Агут, который, ну, в общем-то, хорошо очень принимает. Я с этим, безусловно, согласен. Но, тем не менее, разница между Рафа Надальем, который отходит на 3 метра назад, и Роберто Баутисто Агутом есть. И Новак подал Роберто меньше эйсов. Да и, в общем-то, Новак никогда не являлся каким-то эйсовым теннисистом. А вот Роджер Федорер как раз-таки на фоне этого рекорда мне и пришла эта мысль. Фора 0 на Роджера Федорера по эйсам в матче за коэффициент 1.35 по линии букмекерской конторы Мелбет. Я считаю, очень хорошая ставка. И это мой прогноз, да, я в порядке исключения даю рекомендацию даже вам, ну, каким-то процентом, маленьким-маленьким, разумеется, на всякий случай, поставить эту ставку, потому что она хороша. Ну и в целом, конечно, я ожидаю минимум четырехсетовую битву и так далее. И победит сильнейший, да, будет битва, победит Роджер, будет легендарно, фантастически, красиво в таком возрасте побеждать, устанавливать очередной рекорд. Победит Новак, Новак тоже заработал, Новак защищает титул, Новак вернулся после психологического спада, выиграл три турнира большого шлема подряд, потом был в полуфинале Ролангерос, и сейчас он снова в финале Уимблдона. Для него мотивация, разумеется, понятна, очевидна, так же, как и для Роджера. Поэтому, да, будет битва, и фора 0 по эйсам на Роджера Федера за коэффициент 1.35, спонсор канала, компания MLBet, где вы можете делать ставки по высоким коэффициентам. Ссылка на регистрацию есть в описании, со специальным промокодом, который дает бонус до 30% сверх базового, до 9100 рублей. Поэтому регистрируйтесь, играйте не на свои деньги, всегда будете в плюсе. Смотрите теннис, любите теннис, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилась моя речь про финальный матч. Всем пока, подписка, лайк.